МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас большой праздник. Нашему Центру культуры исполняется 5 лет. Для кого-то цифра 5, наверное, слишком мала, а для нас это большой пройденный путь. Наш Центр культуры открылся 17 декабря 2010 года. За 5 лет количество детей, занимающихся в кружках, студиях, увеличилось с 20 до более 500 человек. А вообще, если вот так говорить, что количество детей, которые у нас занимались за эти годы, превысило полтора тысячи человек. Мы начинали, когда открывали свой Центр, у нас было всего два кружка, две студии. А сейчас у нас уже более 30. Из 15 ребят, получивших первоначальные знания, умения, навыки в студиях, кружках, продолжили обучение в музыкальных, художественных школах и известных творческих коллективах, таких, например, как Большой детский хор имени Попова, детский музыкальный центр «Домесолька». Несмотря на то, что практически все творческие коллективы были созданы в 2011-2012 годах, они 55 раз становились лауреатами различных фестивалей, конкурсов разного уровня. В том числе 27 раз лауреатами первой степени. Здесь у нас работают люди, которые не только профессионалы в своем деле, но они еще очень любят детей. Это самое главное. Они настоящие педагоги. Наше учреждение в общем, благодаря коллективу нашему, только нашему коллективу, в 2014 году стало победителем конкурса на лучшее муниципальное учреждение культуры Московской области среди сельских поселений. Ну, вы знаете, это победа, это не финиш, это не предел. Я считаю, что впереди у нас очень много работы, много интересной работы, творческой, деятельной. И каждый из нас стремится сделать так, чтобы это было нужно именно людям. Наш коллектив создан был в 2011 году. Идея мне поначалу казалась безумной. Я не верил в то, что современные дети заинтересуются духовой музыкой. Но получилось так, что детишки оказались очень активными, в основном это были девочки. И сейчас у нас также в коллективе, наверное, человек 25 девочек и лишь только 10 мальчиков. За этот период, поскольку дети очень активно стали заниматься, интересоваться, у нас произошли большие изменения, большие достижения. Мы уже стали семикратными лавариатами различных фестивалей и конкурсов. Выступали на многочисленных площадках Красногорского района, Сельское поселение Отраднинское, Москвы. В этом году нам выпала большая честь участвовать в международном фестивале духовой музыки «Спаская башня на Красной площади». Для меня сейчас Центр культуры – это два моих любимых коллектива театральных, две театральные студии, «Овация» и «Волшебная карусель». Ну, «Волшебная карусель» чуть старше. Мы с ними дольше занимаемся. Они уже, конечно, двинулись дальше. И больше побед у нас. А оваций, ну, мы еще только… Коллектив еще только сбивается в такой дружный коллектив. Я желаю нашему Центру, всем нашим педагогам, нашим, конечно же, детям, в первую очередь, это развитие, еще раз развитие, раскрытие себя и дальнейших побед. Мы существуем уже пять лет, как и Центр культуры с самого начала. И желаем Центру культуры своему коллективу, другим коллективам процветания, развития, побед, радости. Ну, а нашему коллективу дальнейших наград, повышений и всяких разных побед. Когда я первый раз пришел в хор, младший, я так волновался. Я помню себя очень маленьким там. Вообще. Я сейчас не представляю, как я там был таким маленьким. Сначала я, можно сказать, вообще не пел. Я слушал и потом я начал уже лучше петь. Потом меня перевели в старший хор, там я уже пел. Потом уже в ансамбль сейчас поел. Я пришла заниматься в этот Центр на хор в 2011 году, мне было пять лет. Я пошла в старший хор, так как у меня был еще брат, мы с ним вместе занимались. Затем, наверное, в следующем году уже меня перевели в ансамбль. И я вот помню, я пришла сюда, ну, как-то не могла никак высшие ноты достать. И что-то еще фальшивила, что-то горланила. А вот потом уже стало как-то лучше петь. И для меня это большой результат. И я очень люблю сюда ходить, заниматься. Хожу с большим удовольствием. Каждый понедельник, среда, пятница все думаю. Ура! Я сегодня точно иду на ансамбль, на хор. Поздравляем! С днем рождения! На данный момент у нас занимается уже почти 100 детей. Многого они добились, многому научились. Так что в этом плане у нас все прекрасно, как и у нашего центра культуры. Он растет, и мы растем вместе с ним. За те пять лет, которые клуб существует, мы неоднократно добивались различных успехов. Были и победы, были и горькие поражения. Без этого, к сожалению, никуда. Но считаю, что вместе с созданием прекрасного центра мы получили еще и прекрасный спортивный путь, который растет и развивается. Изначально, когда мы открыли студию, было много детей. Еще в старом здании было около 15 человек, была одна группа большая. А сейчас больше, ну, около 50 человек. Это просто художественная студия, не включая, если древо-ремесел. На древо-ремесел это более свободная такая деятельность, хоббийная. То есть приходит кто хочет с улицы. Не обязательно дети, которые обучаются в студии. Мне хотелось бы пожелать Центру культуры и досуга дальнейшей плодотворной деятельности, чтобы она, ну, она и не заканчивается на рамках, да, на стенах центра, потому что у нас очень творческие, очень активные педагоги. Мы постоянно ездим везде с детьми на выставки, на концерты. И по возможности везде их вывозим. Центр всячески поддерживает нас в этом, как уже родители сказали, да, бесплатные автобусы предоставлять. Хотелось бы, да, чтобы у нас оставалась возможность ездить с детьми, предоставлять услуги, да, вот водители, да, автобусы. Потому что если ездят большие группы, конечно, это сложно самим очень ездить. Вот, чтобы была возможность заказывать транспорт, да, на бюджетные средства. И тогда нам будут открыты, в общем-то, все дороги, если останется бюджетное финансирование. Здесь коллектив, который болеет этим центром, горит душой и хочет сделать все, чтобы людям было здесь удобно, комфортно и хорошо. И я хочу сказать этому коллективу большое спасибо. И хочу вручить почетную грамоту в связи с пятилетним юбилеем коллективу МБУ Центр культуры и досуга сельского поселения Атравинская за большой вклад в развитие культуры, творчества и досуга среди населения сельского поселения Атравинская за активную и благотворную работу, направленную на культурно-нравственное воспитание подрастающего поколения, за результативный труд и высокий профессионализм сотрудников. То, что сегодня я видела, это самый красивый мой в мире день в этом году. На будущий год приду к вам, у вас будет другая программа, другие костюмы, потому что о костюмах, о всем предприятии этом заботятся самые удивительные люди. Это Зоя Владимировна Басистая и сегодня новый у нас глава администрации Цуканов Владимир Афанасьевич. Они очень заботятся о вас.